Для получения перевеса на поле боя вооруженные силы Украины применяют новейшие технологии разведки и стратегического моделирования. Об этом пишет The Washington Post. Также с помощью специальных военных программ украинские защитники могут анализировать расстановку сил в сражениях, прицеливаться и атаковать позиции российской армии ракетами, артиллерийскими орудиями или беспилотниками. Оценить нанесенный ущерб помогают дроны. Квадрокоптеры собирают и передают информацию в аналитический центр для корректировки дальнейших действий. Революционные разработки практически лишили Россию шансов на завершение конфликта в свою пользу, говорится в статье. Цитата. «Мощь продвинутых алгоритмических боевых систем настолько велика, что преимущество, которое она дает, можно сравнить с преимуществом тактического ядерного оружия над конвенциональным», отмечает в комментарии издания директор компании-разработчика, поставляемого Украине, программного обеспечения «Палантир» Алекс Карп. И далее в нашем эфире очередной гость. Это Гарри Табах, офицер армии ША, капитан первого ранга. Гарри, приветствуем вас. Здравствуйте, Гарри. Витая Украина, с праздниками. Спасибо большое. С миром вас. Спасибо, Гарри. Ну, все равно возвращаемся на фронт. Не зря ведь сейчас самые сильные армии мира изучают опыт ведения боевых действий украинской армии. То, что показывают наши военные, это действительно сочетание и технологичности, и изобретательности, и смелости, мужества. Это ведь бесценный опыт, ведь так, Гарри? Ну, я говорю это практически во всех своих программах, даже, думаю, не практически, а правда во всех программах. Я говорю, что стратегию и тактику генерала Залужного мы будем изучать много лет во всех наших военных академиях. Мужество ваших солдат и, в принципе, целого народа мы тоже будем изучать. Это будет в учебниках истории. Поэтому, конечно же, если все разведки мира и наши знаменитые разведки 17 или 18 разведок давали вам 48-72 часа, а вы не только смогли остановить такой нахрап огромной арды, вы еще смогли их отодвинуть довольно-таки далеко от своей столицы и от главных городов и объектов. То, что я еще с 2014 года говорил, что они не смогут с вами воевать на поле боя, они перейдут к террористической войне. И сегодня мы видим, что они перешли к террористической войне. Просто никто, включая меня, я думаю, никто не ожидал, что террористическая война будет в таком масштабе с ракетами, с подводными лодками, с кораблями и с самолетами. Но все равно тактика ведется террористическая, уничтожая гражданские объекты, уничтожая инфраструктуру и уничтожая гражданское население, включая больницы, школы, театры и так далее. Да, но в том же Кремле просчитались, и никто там, вероятно, не ожидал такого масштаба сопротивления, такого единства, которое демонстрируют сегодня украинский народ и, конечно, наши военные. Кстати, говоря об изобретательности, мне запомнился один эпизод, ранее это была секретная информация, теперь нет, это эпизод из освобождения острова Змеиный, когда наши защитники поставили мощную гаубицу на катер, вышли в море, и вот так в том числе обстреливали российских оккупантов и выгнали их с нашего острова. Вот такое ноу-хау. Ну и так же они не ожидали, что они же знали про эти ракеты «Нептун», они же были созданы еще при советской власти, они не знали, что у вас на «Луче» сохранилось такое конструкторское бюро, где сидят головастики, где они дошаманили это и потопили непотопляемый корабль, непобедимая армия Великой России. Причем принял решение офицер, которых невысоких званий, на месте, не пытаясь спрашивать у своего командования. Так что изменилась даже не только изобретательность, изменилась вся философия ведения войны, где младшие офицеры, сержанты принимают решение на месте, а они пытаются позвонить командирую, а тот еще командирует, а тот еще командирует. Так вот у них никогда ничего не получается. Поэтому да, это изобретательность, это профессионализм, это чувство, что ты дерешься за свою страну, за свою землю, что у тебя идет тотальная война. Когда идет тотальная война, то есть ты выживешь, твоя страна или ее уничтожат. Поэтому ты все делаешь для того, чтобы победить, включая, отдавая свою жизнь на это. Да, но это в то время, когда армия оккупантов, российская армия использует другую тактику. Никого не жалко. Я сейчас вычитал интервью нашего защитника, он сейчас под Бахмутом. Так вот он говорит, что просто поражает количество жертв на этом рубеже со стороны российских оккупантов. Говорит, что вагнеровцы посылают отряд за отрядом, наша артиллерия их косит, они снова и снова отправляют живую силу буквально на убой, совершенно не щадят и не считают потери. Гарри, это что за тактика? Какой смысл она несет? Какую цель? А это традиционно. Это рабская армия, это крепостное. Еще в первую отечественную войну, когда продавали русских солдат во Франции в рабов, отдавали их, офицеры продавали своих солдат. Дедовщина, это не то, что там родилось. Это предательство, это избиение, это унижение. Это то, что жизнь человеческая, солдатская, не стоит уломанной копейки. Поэтому их не жалеет. И вот недавно вышло видео, я не знаю, ли вы видели его, где офицер просто избивает дубины из солдата, потому что они просто избивают. Но они и казнят их, они их казнят прям полевые. Это всегда было так. Предатель там на полевой поле не послушал командира. Но дубина, это еще, мы понимаем, цветочки. Это не кувалда, да? Да, да, да. Они расстреливают. Ну да, но они расстреливают и убивают. Это было и во Вторую мировую войну, это было и в Первую, и в Гражданскую войну, где это просто ведется варварское, где избивают, бьют солдат, где солдатская жизнь ничего не стоит. Это непрофессионально. Такая армия победить не может. Потому что у них враги внутри себя, они между собой перегираться. Мы видим всегда, что там и на этнических, на религиозных базах они начинают убивать друг друга. Если в украинских всегда роликах, где сидит мусульманин и еврей говорят, вы представляете, до чего вы нас довели, когда шахид там и сианист сидят в одной аквабе и уже хотят вас убить. Понимаете, для чего? И там, где одна этническая группа нападает на другую этническую группу, потому что они там холодильник или стиральную машину поделить не могут. Да, и вдобавок совершенно нет никакого уважения и никакой субординации по отношению к вышестоящему руководству и главному руководству, к Министерству обороны России. Вы тоже наверняка видели эти ролики, когда буквально там нельзя слово разобрать, все нужно запикивать, как они обращаются и как они кроют всех этих своих высоких командиров. Но мне не нужны ролики, я это сам видел. И когда я это видел, я увидел это в академии, где в академии люди все... Я не мог понять отношение сержантов к солдатам, офицеров к старшим офицерам, генералам. Это просто какое-то было уродство, реальное уродство. Я не говорю, что там все равно есть профессиональные офицеры. Я не хочу сейчас говорить, что да, украинская армия там воюет против алкоголиков и идиотов. Нет, там есть профессиональные офицеры, там есть и боевые части, конечно, есть и с ними, и они убивают украинских. Украинская армия дерется против довольно-таки огромной силы. Но это сила рабская, это сила рабская. Все равно им нужно будет много народу, чтобы завалить одного украинца. Послушайте, но ведь профессиональный офицер должен понимать, на кого направлено его оружие. И если это жилой дом, школа или больница, если он идет в атаку вместе с наемниками, насильниками или зэками, о каком профессионализме? Я вам скажу, что я видел тех и других в российской армии. И я еще раз использую вашу платформу. Спасибо, что пригласили. Призываю этих ребят. Сейчас они уже не ребята, сейчас они уже и генералы, и полковники. Но вы знаете, кто я, я знаю, кто вы. Я вам еще раз призываю, если погоны на ваших плечах, это не просто дырки в голове, то я опять же вас призываю, вы совершайте, совершайте военное преступление. В сегодняшнем мире мы вас найдем. Мы знаем, кто вы. Все записано, цвет ваших глаз известен. Поэтому те из вас, которых я знаю, я вас призываю, или разверните свои войска, или уйдите в лучшем случае, или застрелитесь, или в лучшем случае сдайтесь украинским войскам. Возьмите своих солдат, сохраните им жизни, верните их матерям, сдайтесь украински. Есть система, как можно сдаться. Украинцы действуют по всем законам Женевской конвенции. Вам сохранят жизнь и жизнь вашим солдатам. Если вы настоящие офицеры, если вы профессиональные офицеры, еще раз я вас призываю не совершать военные преступления против Украины, против человечества. Спасибо, Гарри. И как расцениваете повторные взрывы на базе стратегической российской авиации в Энгельсе? Прямо в аккурат, в праздник, День российских сил ПВО. Ну, что я могу сказать? Слава и хвала украинским хлопкоробам. Еще раз подчеркивают, что непрофессионально, что это раздолбайство. Я проводил первую свою инспекцию по контролю ядерного оружия в Энгельсе как раз. И я еще помнил, смотрел, насколько это был охраняемый объект, потому что там стоят стратегические бомбардировки с ядерными боеголовками. И то, что вы туда добрались, или уже, я думаю, достаточно было сделано. Что-то добралось. По комментарии туда, ну, меня поражает, опять же, российское объяснение этому, что, мол, каким-то образом ваш дрон пролетел чуть ли не через всю Россию, пролетел через все его российские километры. Его сбили второй раз. Второй раз его сбили над Энгельсом, над штабом, тоже над самолетами. Более глупого объяснения, наверное, это нужно постараться что-то придумать. Ну, и это говорит генерал. Ну, как генерал? Генерал такого говорить не может в моем понятии. Но это стоит человек, на нем одетый генеральский мундир. Вы, он что, идиот, что ли? Он что, не понимает, что каждый военный человек, который хотя бы училище закончил на тройку военное, понимает, что он несет абсолютную чушь. Ну, не может такого быть. Ну, с такими объяснениями тут недалеко до посадки украинского дрона, прямо на Красной площади. Ну, а это было, да? Мы же знаем, что такой Матюс Русс, по-моему, есть, да, когда он прилетел все ПВО. Это было советское ПВО. А сейчас это, конечно же, это опять показывает непрофессионализм, невладение ситуацией, где офицеры, генералы не контролируют, что происходит вокруг них и что делают их подчиненные. То ли разворовали, то ли спились, то ли еще что-то. Но так вооруженные силы не работают. Поэтому, конечно же, если сравнивать малые украинские силы и огромные российские силы, это несравнимы вместе с собой. Но и в то же время мы можем видеть, что украинские малыми силами разбивают огромную армию в пух и прах. Единственное, что нужно, нужно еще достаточное оружие, как генерал Залужный сказал, дать наступательного тяжелого оружия Украине, и эта война закончится быстро. — Скажите, вам, может быть, вы владеете информацией о последствиях? Сейчас неподтвержденные данные о последствиях вот этого прилета на аэродром Энгельса. Разные сейчас называются суммы ущерба и тому подобное. Говорят, что могли быть повреждены пять самолетов, разрушен командный пункт этого аэродрома. Жертвы есть в живой силе. Скажите, в любом случае сейчас известно, что часть самолетов, которые там базировались, переправлены на Дальний Восток. Вот эта атака, этот взрыв, как он повлияет на планирование очередных обстрелов нашей страны? — Ну, я надеюсь, что, во-первых, им лететь будет дольше. Это как бы такая игра с вами. Ага, ну теперь на Дальний Восток достанете или нет? Ну, посмотрим. Дело в том, что россияне сами говорят, что это произошло. Они же сами выступают, что это произошло, что да, вы долетели. Они же знают, что все прекрасно все знают, что происходит. Разведки мира знают и видят их положение. Я думаю, что заместо того, чтобы гадать, или я не хочу вам, у вас достаточно есть этих, которые вам продают светлое будущее и рассказывают вам, как все будет в будущем, я думаю, мы вскоре увидим и узнаем, будут вылеты с этого аэродрома или нет. Я вас уверяю, что и ваши разведки, и все разведки мира за этим следят, и следят очень точно. Если вылетов не будет никаких, и никаких операционных действий не будет с Энгельса, значит, повреждения были довольно-таки сильные. Будем надеяться, что сейчас праздники такие чудо, что чудо совершилось, и эту базу надо бы уничтожить. Потому что то, что сейчас делает украинский народ, как он отстаивает свою землю, как он не сдается при том, при всем, что холодно, без света, без электричества, так, как действуют ваши войска сегодня. Это чудо. Это чудо. Все военные мира восхищаются вами. Я думаю, что все люди восхищаются вами. Сегодня смотрят, как куется новая нация. Сильная нация, которая поменяет мир. Вы поменяете сегодня весь строй старого мира. Дай бог. Спасибо, Гарри, за вашу поддержку. И, кстати, очень символично, что часть самолетов с Энгельса перевезли в населенный пункт Украинка, Амурской области. Я думаю, им там не будет хорошо. Им будет дискомфортно там, в этом. Эти самолеты вообще сами по себе не очень хорошие самолеты. Насколько я понимаю, я не летчик, но мой родственник близкий, он военный летчик, и он говорит, что эти самолеты, они сами по себе не очень хорошие. Поэтому пусть они налетают на ними с Дальнего Востока в Крым, и с Крыма в Дальний Восток, потому что они сами попадают, надеюсь, и с неба. Итак, Гарри Табах был в нашем эфире, офицер армии США, капитан первого ранга. Спасибо, Гарри. Спасибо вам. С праздниками. Спасибо. 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 Спасибо.